Приветствую вас. Пичин может быть довольно много, начиная от закрепившейся модели такого поведения ваших родителей на все или иные раздражители. Например, ваши родители, они так, например, реагировали на то, что происходит с вами. То есть такая была их модель поведения, скажем так. Вот такой момент именно сценарного поведения. Сценарий либо анти-сценарий. Вот. Далее. Невротическое поведение, невроз. То есть вы пребываете в состоянии постоянного напряжения для того, что запрещаете себе испытывать те или иные переживания, реализовывать те или иные желания, например, свои. И, соответственно, находясь в таком постоянном подавлении, вы в любой момент, любую вообще проблемную ситуацию воспринимаете как негатив именно для себя, то есть как угрозу, по сути дела. Возможно, и психотическая картина вашей модели поведения, когда, например, вы, ну, скажем так, воспитываясь строгими или очень такими родителями гиперопекающими, да, вы не привыкли сами нести ответственность за свою жизнь, не привыкли сами отвечать за нее и, соответственно, нести ответственность за все проблемы, которые в вашей жизни происходят. И, исходя из этого, можно говорить о том, что привыкая следовать за кем-то, вы, соответственно, соответственно, нуждаетесь в этом. И поэтому, оказываясь в состоянии, когда вам не за кем следовать, например, ну, просто не за кем следовать, да, а вы, естественно, испытываете тревожность. Кстати говоря, тревожность сама по себе в любом случае необязательно связана с психотическим поведением, может также служить причиной вспыльчивости и того, что вы психуете. Далее, причиной этого может служить низкий эмоциональный интеллект. Не путать, пожалуйста, с интеллектом классическим, который никоим образом не относится к тому, что я сейчас сказал. Национальный интеллект – это умение, возможность правильно интерпретировать и идентифицировать свои чувства, которые у вас есть, и, соответственно, скорректировать свое поведение так, чтобы именно они, эти самые чувства, были реализованы на адекватном уровне, причем под вашу собственную ответственность, а не через, например, других людей. В данный момент тоже, в общем-то, является очень важным. Также причиной неуверенности, причиной того, что вы психуете и так далее, может являться неуверенность в себе. То есть большой процент того, что вас может задевать во взаимодействии с людьми. Большой процент того, что может вас напрягать при взаимодействии с людьми, при контакте с ними. То есть если вы в чем-то неуверенны и чувствуете, что над вами, точнее, нависла некая угроза, то, соответственно, можно говорить о том, что вы будете вспыливать и защищать. Это агрессия, вот эта вот вспыльчивость, это и защитная реакция, вопрос в том, от чего вы защищаетесь. Это вот является ключевой особенностью данного переживания. Конечно, здесь могут быть и ассоциативные комплексы, когда ряд каких-либо проблем, ну, например, допустим, определенные эмоции, определенные переживания, определенные ситуации, вот, вызывают у вас некое чувство, давно может быть забытое из детства, да, то есть вот какую-то память, но эти ситуации пробуждают память в вас, и вы начинаете действовать так, как, ну, например, никогда бы не сделали бы в любой другой ситуации, вот. И причина этого находится, опять же, в том, что он был с вами в детстве, вот этот, как бы это называется, линейный комплекс, и, соответственно, линейный комплекс уже может быть следствием довольно серьезных, значит, травм, которые имели место быть у вас в детстве. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. Мой ответ на этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы, то можете задать их в личку, буду рада вам помочь. Для того, чтобы проанализировать лично вашу ситуацию, ну, знаю, индивидуальная работа, сеансы, индивидуальная работа, скорее всего, к сожалению, не один сеанс, но и не так много, если вы будете им прилежно выполнять все процессы, и все задания, которые я вам, например, даю. Вот. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!